Дисциплина физической географии Казахстана. Тема лекции. Южно-Уральская горная область, Север-Казахская, Западно-Сибирская равнина. Так, план лекции. Первый вопрос. Южно-Уральская горная область, физико-географическая характеристика. Второй вопрос. Север-Казахская, Западно-Сибирская равнина. Физико-географическая характеристика. Дается литература. Джина-Леева. Физико-географическое равнингирование Республики Казахстан. Учебные пособия. Гирма Камбетов. Казахстана физико-география. Алматы, 2016 год. Бесенова. Казахстана физико-география. Алматы, 2004 год. Физическая география Казахстана. Учебные пособия под редакцией Науменко, Вилесова, Веселовой и других. Алматы, Казах-Университеты, 2009 год. Также Национальный атлас Республики Казахстан. Материалы комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Итак, физико-географическое равнингирование – это один из методов физической географии, применяемый при территориальном делении земной поверхности, основанный на выявлении системы соподчиненных природных регионов, обладающих внутренним единством и едиными и индивидуальными особенностями природы. Физико-географический комплекс или ландшафт формируется в результате взаимодействия образующих его структуру компонентов. Ландшафтная емкость территории зависит от географического положения страны в системе широтной зональности, удаленности от морей, абсолютной высоты, характера горных пород и других условий. Все эти местные факторы и планетарные вызывают обособление физико-географических территориальных комплексов в процессе развития и дифференциации географической оболочки. На равнинах выражена широтная зональность. В горах велика роль структуры высотной поясности. Это горным провинциям, равнинам свойственны специфические ряды или спектр высотных поясов, зависящих от широтно-зонального и долгодного положения того или иного горного поднятия, его абсолютной высоты, ориентировки хребтов и экспозиции склонов. Итак, наша тема посвящена вопросу физико-географического ориентирования Казахстана. Итак, в результате физико-географического ориентирования в пределах Казахстана выделены 7 физико-географических стран, 14 физико-географических областей, 22 физико-географических провинций, 44 округа и 111 районов. Так, работам физико-географического ориентирования посвящены труды Чупахина, Гильдыевой, Веселовой и других. Итак, на равнинах Казахстана выделяются 3 физико-географических стран. Первый – североказахская или западно-сибирская равнина, который получил название западно-сибирской физико-географической страны, расположенный в зоне лесостепей и степей. Второй – физико-географическая страна, казахская плата и мелкосопочник, занимающие обширную территорию северного и центрального Казахстана и расположенный в степной зоне. Третий – прикосписко-туранская физико-географическая страна, расположенный в зоне полупустынь и пустынь. Вот три равнины физико-географических стран. Кроме того, как известно, на востоке и юго-востоке территории Республики Казахстан расположен горный пояс. Первое – это пояс гор Южной Сибири в степной зоне, представлено, как известно, нашими горами Алтай. Второе – уральская физико-географическая страна. Третье – Житсу, Джунгар-Алатауская и Саур-Тарбагатайская физико-географическая страна. Это зона полупустынь и пустыни. И четвертое – Среднеазиатская физико-географическая страна, расположенная в пустынной зоне. Итак, в пределах Казахстана выделяют семь физико-географических стран. Перед вами карта физико-географического регионирования Казахстана. Здесь видно, что в условных знаках дана таблица, которая поделена на физико-географические страны, области, провинции, округ, район. Разными цветами здесь показаны области, допустим, на севере области. Далее, значит, в пределах областей есть провинции. Так, вот, например, страна в лесостепной ландшафтной зоне умеренного пояса в пределах Казахстана. Имеется страна западно-сибирская. В ней область Табула и Рытышская с провинцией При-Ишимская. А также есть округ и более мелкий объект – это район. Значит, в условных знаках детально показаны, вот, перечисленные объекты. Так, равнины Казахстана, карты специальные – это горы Казахстана. Вот, так. Итак, мы сегодня поговорим об Уральской горной стране, которая в Казахстане называется Южно-Уральская горная область, которая заходит к нам на территорию Казахстана своей крайней южной частью и представлена Уральско-Мугаджарской провинцией. Итак, Мугаджары. Имеет медианальное направление, состоят из двух хребтов, длиной до 400-450 километров, шириной до 200 километров. Высшая точка Мугаджар – гора Большой Бактываи, высотой 657 метров, средняя высота 300 метров. Сложены гряды или низкие горы кристаллическими сланцами, кварцитами, гнисями, известняками и песчаниками. Как известно, ядра Мугаджар образованы в докембрийский период, а самая часть сформировалась в Палязуйскую эру, в Герцинскую складчатость. То есть эти горы достаточно древние. Кстати, Мугаджары являются самыми высокими на территории Западного Казахстана. Таким образом, для Мугаджар характерен холмистый грядово-равнинный рельеф. Недра Мугаджара богаты различными рудными полезными ископаемыми, а также каменным углем. Из руд здесь выделяются медные, золотосодержащие, хромитовое, марганцевое, титановое и другие руды. Климат континентального типа. Средняя январская температура минус 16 градусов, июльская 22 в среднем. Среднегодовое количество осадков 200-250 мм в год. Здесь берут начало реки Жем и Иргиз. Как известно, река Жем является условной границей между Европой и Азией. И в целом, значит, Мугаджары являются, значит, горами, расположенные на стыке двух частей света. Здесь имеются подземные воды, пресные, трещинного типа. Северная часть Мугаджар находится в зоне степей с разнотравно-ковыльными растениями, а южная часть – в зоне полупустыни, где преобладает разновидности полыний и злаковых, а также солянковая растительность. К северо-востоку от Мугаджары расположено Орское плато с сухими ковыльными степями на темно-каштановых почвах. Орское плато – это территория, которая пересекается рекой Орь, притоком реки Жаек. Итак, второй объект – это Северказахская или Западно-Сибирская равнина, а точнее Западно-Сибирская физико-географическая сторона. Итак, данная страна представляет собой слабо расчлененную равнину с многочисленными западинами и бесточными котловинами, а также солеными озерами. Западно-Сибирская физико-географическая страна находится на самом севере Казахстана, в зонах лесостепей и степей умеренного пояса. Для рельефа характерны прямоугольные гривы, мелкие гряды, встречаются заболоченные территории и соланцы. Степные ландшафты района являются основной житницей Республики Казахстан, и почти полностью они распаханы. Здесь обнаружены крупные месторождения высококачественных железных и никелевых руд. Здесь же сосредоточено крупнейшее в Казахстане Соколовско-Сарбайское месторождение железных руд, являющееся сырьевой базой для Каргандинского металлургического комбината. Итак, в пределах данной страны, западно-сибирской физико-географической страны, выделяются две области. Это Тобол-Иртышская и При-Иртышская. Так, вот лесостепная зона умеренного пояса. Лесостепь, значит, сочетание представителей растительности лесов, которые представлены в Казахстане лесными колками из березы и осины, а также степными видами. Итак, первое. Тобол-Иртышская лесостепная физико-географическая область. Занимает территорию северо-западно-сибирского лесостепи в бассейне рек Тобола и Ишим. Релеф здесь равнины высотой 100-150 метров. Много озер и болот. Имеется в пределах Казахстана При-Ишимская провинция. Это луговые и лугвостепные ландшафты в комплексе с солонцами и массивами березовых и осиных лесов. Поверхность провинции разнообразная. Юго-западная часть провинции приподнята с гривно-котловинно-лощиным рельефом. Климат континентального типа. Однако на востоке провинции климат более континентальный. Зима более продолжительная и суровая. Лето короче. В пределах провинции средняя температура июля плюс 18-19. Января 19 градусов. Среднегодовое количество осадков 400 миллиметров в год. Много мелких рек и мелких озер. С пресной и соленой водой. Преобладают почвы черноземного типа, которые практически распаханы. Встречаются за соленой почвой. Распространена водная эрозия. На провинции на 40% занято лесами. То есть лесными колками. Развитых при ишиме, земледелии, молочно-мясное скотоводство, птицеводство и овцеводство. Значит мы с вами говорили об области номер 2. Топол, Иртышская, Иртышская, лесостепной, физико-географической области. Вот перед вами рисунок степной зоны. Так, область номер 2. Это при иртышская степная физико-географическая область. В пределах которой выделяется одна провинция. И это Ишим-Кулундинская. Итак, Ишим-Кулундинская степная провинция находится в северной подзоне. Разнотравно-злаковых степей умеренного пояса. Занимает бассейн и рек Ишим. Эта река в настоящее время называется Иссель. А также Иртыш. Климат континентального типа более сурово, чем в Ишиме. Средняя температура января минус 19-20. Абсолютный минимум минус 50 до минус 53 градусов по Цельсию. Средняя температура января, июля 18 градусов. Сильные ветры. Так, здесь на климат большое влияние оказывают отроги сибирского антициклона. А также, значит, арктические воздушные массы. Среднегодовое количество осадков 350-370 миллиметров в год. Почвы темно-каштановые. Ландшафт к югу лесные колки исчезают. Проявляются ландшафты с тухих степей. Антропогенному воздействию подвергнуты значительные территории разнотравно-злаковых степей, где в настоящее время сформированы крупные массивы агроландшафтов. Это посевы зерновых культур, картофеля и подсолнечника. Таким образом, уважаемые студенты, мы с вами охарактеризовали две крупные физико-географические единицы на территории Казахстана. Это первая север-казахская или западно-сибирская равнина, или западно-сибирская физико-географическая страна, расположенная в зоне леса степей и степей, то есть на самом севере Казахстана, где расположена наша северная столица, скажем, это город Петропавловск. Итак, вторая у нас область рассмотрена, это Южно-Уральская горная область с Уральско-Мугаджарской провинцией, которая находится в зоне степей и полупустынь. Кстати, полностью данная провинция, Южно-Уральская горная область в основном, и целиком Уральско-Мугаджарская провинция, расположена на территории Активинской области. Таким образом, уважаемые студенты, мы с вами рассмотрели и ознакомились еще раз, что крупные, такие единицы физико-географического районирования, как физико-географическая страна, значит, разделяется на области, а в пределах области выделяется провинция. Так, спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok